Ну что, Лёха, давай, рассказывай, новая машина, все дела. Ford Escape 2014 года, комплектация SE, максимальная комплектация Titanium называется. По факту, это практически копия России, в России она называется Kuga, Ford Kuga. Там сейчас вышло второе поколение, это Ford Kuga. Фактически корпус тот же самый, практически все то же самое. В отличие от российской Kuga, здесь поставляются другие движки, насколько я знаю. Я могу ошибаться? В комментах меня поправят. Обязательно. Здесь у нас идет двухлитровый движок, бензиновый, 2 литра. Да, EcoBoost движок, у них новые, я не знаю, сколько они новые. Самая главная фича, 240 лошадей на двухлитровый движок, то есть это очень круто. Коробка автомат, естественно, здесь у всех автомат коробки, я здесь механики вообще не видел. Что еще? Пойдем загрязать внутрь. По факту, по факту, это Ford Kuga. Я не знаю, я смотрел обзоры на Ford Kuga 1, и там внутри был дизайн немножко другой. Он был копия как у Focus 3, ну практически копия, насколько я понял. Здесь вроде бы дизайн не такой, как в российской Kuga, я могу ошибаться. А почему ты выбрал Ford? Ну, во-первых, я посмотрел обзоры, мы хотели взять паркетник. Небольшой такой, ну не очень большой паркетник. Он вроде бы кажется большим, но по факту не очень. Мы смотрели конкуренты, это были Mazda CX-5, был Honda CR-V популярно, и что там еще у нас? Toyota RAV4 новая была. Мы посмотрели обзоры всякие, почитал я, и решили выбрать Ford. Ну, много там было разных, почему, во-первых, ценник, во-вторых, мне просто нравятся Ford, у нас до этого был Ford. Сколько здесь цилиндров? Я не знаю про движок, я не знаю, сколько здесь цилиндров. Я знаю, что он двухлитровый, знаю, что здесь есть 40 лошадей, я не знаю. Давай откроем, посмотрим. Мы этого еще никогда не видели. Я, у Ford обычно, ну здесь не так, здесь не так. Когда открывается. У Ford обычно, вот у всех у Focus, там у Mondeo, по-моему, вот эта вот штучка, вот этот шилдик открывается, вставляешь ключ налево, потом его направо, потом его открываешь. Ну это может быть в российских, там, не знаю, как в России, которые. Эм, так, сколько максимальную скорость развивает? Я не знаю, сколько она максимальная. Черт! А сколько бензина жрет? А сейчас нам показывает, где он открывается. Скорее всего, посередине где-нибудь есть штука. Да-да, тут должен был шилдик такой быть. Самый профессиональный обзор на машину, которую вы видели в истории YouTube. Блин, я испачкался. Не, в натуре где он? Вот дебилы, а! Слушай, я вот здесь нету, реально. Как нету? Может, нужно просто нажать на кнопочку еще раз, и он... Ну если я нету, то его шилдик? Нету? Итак, я вам сейчас покажу, значит, здесь... Здесь... А как? Вижу, вижу, вижу. Короче, здесь вот эта штука, и она открывалась. Да-да-да, вот она, короче. Здесь не сразу догадаешься, я думал, где-то здесь посередине. Да, я вот за эту держалась. Посмотри, как здесь далеко находится этот замок. Ну да, я просто помню, на фокусе у нас он где-то вот здесь вот находился, по сравнению с этим. Буст. Сколько вы уже на ней проездили? А-а-а, 1300 миль. 1300 миль? Это мы за, я не знаю, за 20 дней, наверное, сколько накатали. Что? 1300 миль. Да, мы очень много ездили. Блин, окей. Короче, я не специалист, поэтому... Где еще открывается вода для дочка выливательной? А-а-а... Просто я прыскаю-прыскаю, и в какой-то момент надо будет догадывать. Вот. Да, да, вот она, точно. Вот она. Так, ну погнали дальше. Какой у нее расход? Это что, весит? Заявлено, что по трассе они будут 30 миль на один галлон. Ну, по факту у нас сейчас показывает бортовой компьютер, почти 25 миль на галлон. Да, миль на галлон. Мпг, да? Галлон это 3... 3...3...3...3...7 что ли, что-то галлон глилитров. А 25 миль это почти 50... ну, нет, 40... 40 километров. Не 25 миль. Ну, что-то типа того. Так, ну, сколько такая новая машина стоит? А, ценник стоял на нее 31...200? Это чисто машина без всяких там... Нет, смотри, там такая система, короче, ну, по крайней мере, вот там, где мы покупали. Там стоит ценник на всех машинах, там какой-то, да, там, я не знаю, там, такой-то, например. Ты подходишь к этому менеджеру, и он тебя там скидывает. Ну, там можно типа поговорить, там, поторговаться, что ли. И он тебе скидывает. На вот скинули, например, типа 2000. Ну, я думаю, такой ценник всем, наверное, подряд скидывает, мне кажется. Ну, этот, да. Ну, да, по факту она обошлась в 29.200. Это без налогов. То есть еще плюс налог, сколько он, 11? Ну, примерно... 11% где-то? Угу. Ну, с TeamV там все регистрировали машину. Примерно все сборы еще 11%. И, в общем, в итоге машина нам обошлась в 34.000 долларов. 34.000 долларов за новую машину абсолютно, да? Ну, там не 34. Мы уже взяли еще дополнительно расширенную гарантию. Да, чуть-чуть. То есть без нее, по факту, она стоит 29.200. Ну, плюс налог. Ну, там 30. Там чем-то там 31-32 тысячи будет. Угу. Ну, давай этот, по парковке проедем, все покажешь. Здесь штучка есть? Да, здесь фича прикольная есть. То есть ты можешь вот так закрыть машину. То есть машина закрыта. Ага. А потом проводишь, ну, я в ней буду никому показывать. И набираешь, ну, как бы, если ты забыл ключи в машине, то ты набираешь. Пин-код. Пин-код. То есть и... Загорается. Давай я уберу, ты набери пин-код. А мы его не знаем. Не, серьезно, мы не знаем. Где-то заныкан там надо. Посмотрите его. И ключи в машине. Слава тебе, я за тобой. Ну, короче, да. Ну-ка, убирай. Я сейчас попробую вспомнить. И открыл. Сейчас, сейчас. А то приедут и прям вашу машину угонят. Да, 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 конечно. А тут в этот... А вот как? Подожди. Надо попробовать. Подожди, Сэн. О, закрылась. Я не помню, код. Отворачивался. И поглядывай. Семнадцатой... Вспомнился. Все, я один раз смотрела на карточку. Вспомнился. Всемнадцать. Континенталь. Сама резина. Вспомнился. Максимальной комплектации в Тайтэниум. Там такая штука прикольная есть. Они, короче, поставили датчики. Там можно провести типа ногой. И она откроется. Багажник, да? Да, багажник. Проводишь еще раз, короче, ногой. Она закрывается. А здесь только от кнопки. У нас нету этого датчика. У нас не максимальная комплектация. У нас такой штуки нету. Но это штука прикольная. То есть ты приходишь там типа с сумками из какого-нибудь там магазина. И тебе там неудобно. Ты провел ногой и... И упал. И упал. Сумками. Я думаю, что это один из самых умных кроссоверов, потому что в Тайтэниуме есть автоматически... Ну, это такой маркетинговый ход. Они называют его смарт-кроссовер, но это все фигня. Тайтэниуме есть параллельная парковка. То есть он автоматически без тебя находится. Здесь очень мне нравится голосовая... Ну, поехали, покажешь. Команды. Команды. Да. Заводись. Русские пришли. Открый. Открый, пожалуйста. Взять фото вспомнило. Вот тогда один раз выделали. так кожаный салон нет да кожаный салон кожаный кожаный черт я не разбираюсь в коже там тряпочка вытирать вместо для очков это чувак ну это да это подать открывается самым важным зеркалом так окей здесь есть полноценная розетка можно короче отдельная обдув пассажиров короче здесь 8 дюймовый экран он тачскрин то есть можно тут нажимать всякие кнопочки наша комплектация здесь есть навигация двигаться стоит дополнительно 800 и почти тысячу долларов дополнительно на стоит представь ну 800 типа за софт ну а разве она не бесполезно учитывая то что может бесплатно там на телефоне включить это я с тобой согласен мы все так и катались то есть ты берешь телефон ложишь его куда-нибудь вот сюда либо на коленку едешь но телефон на коленке это вообще неудобно ты сам понимаешь чуваки вы зажрались да нет мы не зажрались заводи показывай поездим покажи команды покажи отъедем вот здесь до камера заднего вида по парковке если я не ошибаюсь они фордовцы стали ставить эту камеру заднего вида по моему во все комплектации с 2014 года если не ошибаюсь в 2013 году она не во всех была комплектациях но здесь на самом деле довольно таки неудобно было бы без камеры ездить потому что машина все таки довольно таки большая обзора сзади не очень не очень хороший а какие тут команды ну в общем руль только также так я сейчас включу эту штуку а ты там будет работать какое то время не я хочу показать вот этот сенсор ну давай я зайду то есть там у тебя написано сколько ты проехал да средний расход но это все можно настраивать тут есть кнопочки коробка передач да там а а а здесь короче вот эта штука разделена на 4 части здесь навигация здесь можно подключить там свой телефон а а здесь типа интертеймент система ну всякое радио агум там блютура да действительно спутниковое радио агум первые полгода по моему здесь бесплатно агум агум вот что еще ну в основном все управление естественно это тачскрином есть конечно механические клавиши лёх а ты вот как линукс администратор как ты мог купить машину которая power power by microsoft ну к сожалению что я могу сказать нет оправдания мне все линукс тебя покарает да короче вот такая штука ну это климат контроль зонный раздельный типа вся фигня так что там с командами а можно нажать на эту кнопочку агум где она а вот она находится ты ее на себя щелкаешь не можно что-нибудь сказать типа там engine off what time is it нет там только те которые есть в меню например navigation show fuel prices you can also say traveling or serious main menu show show fuel prices fuel prices fuel prices you can select item from the screen я не лаза в этом менюшке кстати не разом ищет цены на бензин я понял да ближе чип из все команда закончилась ну типа можно посмотреть полистать короче 362 350 ближайшие за порядочим по прессу самый дешевый в костка 322 за галлон да 9 до 1.2 2.9 она нам песенку не споет если там попросите нет боюсь не споет в общем управление голосом есть удобно не всегда конечно распознает наш русский акцент а не сам ватка right now ну в общем такой обзор значит я здесь еще юсб да слушай целые аудиосистему можно подключить я вижу юсб и эти да здесь вот карточка sd это для навигации угу это тут наша книжка валяется окей можно багажничек подключить можно посмотреть значит худшие обзорщики машин на ютубе так стоит короче такая машина как вы поняли 30 тысяч но я вам скажу что платить выплачивать ее примерно 5 лет это по своему опыту и если делить на 5 лет плюс страховка на такую машину она новая надо полную покупать двустороннюю 160 где-то долларов будет стоить плюс сама машина где-то ну порядка 100 долларов в месяц то есть я предполагаю так где-то 600 с чем-то долларов в месяц как бы обходится новая машина но это ваша машина когда вы ее выплачиваете естественно вы ее можете продать перепродать все что угодно кстати в америке я очень редко вижу запасы накатка но это это не оригинальная да это просто ну в смысле не оригинальная короче здесь другая резина здесь запаски смотрите прикол в америке оригинальные запаски поставляют только джипы по-моему а все остальные машины даже и бэхи а все остальные машины вот у нас машины продаются запасным колесом которое подходит к этой машине а здесь а здесь продают докатки ну это временная запаска ты не можешь на ней ну она и называется докатка типа доехать тебе там доехать с новым колесом а меня это как бы первое время меня это очень вот эта штука напрягает то что ну я не знаю она довольно таки низко ну куда ее конечно выше делает но я задеваю головой например меня попросила менеджер отрегулировать как меня то есть что то а то есть она регулируется я не знаю то есть нажимаешь на кнопочку держишь она пищит ну дается я задеваю постоянно головой и ты можешь ее выше сделать здесь делается ровный пол если ты сложили под сидушки ну объемно я не знаю на чем он нам нужен многотровный пол бы ничего такого большого не ну и почему можно допустим вот поедете там кататься на серфинге да? хотя я не знаю влезет ну тогда на скейтборд здесь уже ниши в полу то есть ниши в полу да в порядке наркотики продумано однако прикольно что в отличие от России в России обычно эти коврики резиновые махровые махрушка махрушка да все это был эпичный обзор на эпичный автомобиль Леха что за машина? ты забыл даже название это Ford Escape значит это Ford Escape 2014 года покупайте хорошая машина у нее есть режим спорт да? да там можно включить на коробке вниз дергаешь до самого конца ручку там режим спорт включается и погонять да длительный срок лошадей это довольно таки довольно таки ну неплохо хоть машина сама довольно таки тяжелая но движок хороший это максимальный движок из эскейпа который там есть все Ford Escape обзор с вами был постой товарищ Александр ведущий проект Америка для успешных всем спасибо и пока крутой обзор отличная деталь и самая главная деталь в машине Леха давай 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 Я забыл сказать, пластик мягкий, чуваки, это же круто! Ты посмотри, он реально гнется, и он тут везде. Ну, конечно, помер вот здесь. О, боже, он на ощупь как мягкий пластик. Отлично. Отлично, супер.